Doom Patrol местами шедевральный комикс, и как же я радовался, когда именно эти места были экранизированы, и первый сезон сумел передать дух, а также некоторые сюжеты второго, лучшего тома комикса, по большей части рано за авторством Гранта Моррисона. Сама история повествует о людях и не совсем с необычными способностями. Однако они не сражаются за всё хорошее против всего плохого, а скорее просто пытаются выжить, борясь с психологическими травмами и окружающим миром. Состав команды более-менее классический, разве что киборг не канон, но весьма уместен. Так продолжил ли второй сезон начинания первого, сумел ли развить идеи? Или слился? Пропал ли дух абсурда и глубокой трагедии? Приветствую, на канале это Тим и всё замечательно. Но мало чертовски мало, всего-то 9 эпизодов и непомерный клипхенгер в финале. Команда пополнилась за счёт Дороти Спиннера и обезьяноподобной девочки, которая может призывать различных существ силой своего воображения. В финале рана Моррисона, благодаря Дороти, на свободу вырвался чудовищный кендлмейкер, или свечник. Нелепый, жалкий, годный лишь на то, чтобы убить шефа, который решил немножечко так уничтожить слэш захватить мир, ради общего блага, конечно. Тут же этот злодей является антагонистом сезона. Думаю, следующего тоже. Едва-едва сформировавшаяся команда разваливается, ибо единственное, что их связывало, шеф, который, как выяснилось в финале прошлого сезона, ответственен за все их преображения. Лишь держанная Рита пытается быть леди. Остальные же находятся в состоянии от сильного возмущения до кровавой ярости, застилающей её разум. Но, само собой, не всё так просто. Шеф не какой-то там сумасшедший учёный. Да, он искал вечную жизнь, но лишь потому, что хотел всегда быть со своей дочкой. И ей тут стала Дороти. Её внешность, в отличие от комикса, имеет чёткое объяснение. Но дело не в сентиментальности. Шеф скорее защищает не Дороти от мира, а мир от Дороти. Ибо свечник может его уничтожить. Потому девочка всегда должна оставаться девочкой. За её психологическим взрослением неизбежно последует взросление физическое, что приведёт к ужасающим последствиям. И да, тут тема взросления, превращения девочки в маленькую женщину, является одной из центральных. Но знаете, нечто в духе Дороти комплексует из-за своей внешности. Точно так же девочки-подростки не уверены в своей привлекательности. Находятся в вечных поисках, сомнениях и отдаются тому, кто назовёт и особенной. Правда, тут это огромный мужик из воска, но не суть. Персонаж Дороти очарователен. Образ устрашающей девочки часто применяется в фильмах. Но фишка в том, что Дороти очень благоразумная, добрая и воспитанная девочка. Устрашающие дети, злобные, способные уничтожить мир. Это банально. С Дороти же ситуация иная. Остальная команда не отстаёт и тоже в какой-то степени взрослеет. Рады, что Киборг большую часть времени остаётся в своей сюжетной линии, хотя тут всё ясно. Он всё же не является одной из сломанных игрушек Колдера. Парень встречает девушку, правда не просто девушку, а личность весьма сомнительную. Раньше работавшую на некий аналог ЧВК Вагнера или Блок Уотер. Только с поправкой на мер, где есть сверхсилы. Получены они были за счёт бионических улучшений, и после увольнения собственность пришлось вернуть. Из-за чего наёмница умирает. Но по итогам сезона получает сверхсилы и становится на тёмный путь Акиборг, имея возможность остановить свою пассию и всё же не делает этого. Из-за чего испытывает чувство вины. Рита всё ещё рефлексирует по поводу своей актёрской карьеры, даже получая небольшую роль в местном театре. Правда, постановка посвящена тому, что происходило с городом. А с городом происходило много чего, в том числе сама Рита в виде шматка и бесформенной плоти. Но помимо этого, она стремится стать супергероем и хочет научиться контролировать свои силы. Её мечта о том, как она вместе с Киборгом побеждает злодеев, это уморительно. И отсылает к классическим шпионским фильмам. Хотя я увидел в образе Риты чётко Кейт Тарчер из Нолф, которая тоже отсылка к шпионской теме, но тут прям один в один. Но то лишь мои ассоциации. У Клиффа тоже имелась фантазия на тему борьбы с преступностью. Тоже с Киборгом в стиле таких типичных бадди-комедий. Всё, что он единственный настоящий герой из всех, и это забавно. Стил всё ещё яростен, зол на весь мир всю сильнее осознаёт, что в его бедах виноват не жестокий мир, не Колдор, а он сам. В итоге раскрывает свою личность перед дочкой и мирится с ней в финале. Ларри точно так же озабочен семейными проблемами. Его сын уходит из жизни, причём по своей воле. А второй вроде как с радостью встречает отца, принимает и всё же сдаёт в бюро нормальности, желая отомстить за то, что папа бросил семью. Ушёл за сигаретами со своим смыслливым другом. Пусть и не то, что вы по своей воле. Из-за чего персонаж страдает, но беда не переходит одна. Хотя не то, что вы беда. Появляется Валентина Восток, которая в комиксах приняла эстафету негативного человека. Она была космонавтом, изучавшим ту самую аномалию, что дала Ларри силы. Тоже слилась с негативной сущностью, но за пару лет перемирилась с ней. И может спокойно пользоваться способностями, не боясь кого-то сжечь. А Ларри полвека так прожил. Но всё ещё не смог принять себя. Всего многих причин, в разных смыслах этого слова. Поэтому, понятное дело, подавлен. Так-то можно было за несколько лет слиться с негативным человеком, вернуться к семье или парню, но увы. С Джейн сложнее всего. Поначалу она заглушает остальные личности особым веществом, полученным в первом сезоне. После чего из-за неосторожности куколки, детской личности и жизнь Дороти оказывается под угрозой. Из-за чего та вызывает свечняка, убивающего куколку и ещё одну личность. В итоге возвращается та самая Миранда, прежняя главная личность, о которой столько разговоров было. Она вроде как покончила с собой, но теперь вернулась и нам рассказывают, что произошло. Почему она ушла и история трагична, вот только это не Миранда. Кто? Загадка. Новая личность, которая хочет убить остальных и захватить контроль над телом. Может нечто ещё более зловещее? Чуждое? Интересно, потому что всех ответов мы не получаем. Колдлер тоже развивается, он принимает на себя всю тяжесть грехов. Те же команда стала ему семьёй, но не такой как Дороти. Он любит их, но сам признаёт, что с лёгкостью пожертвует, дабы спасти дочь. Весьма впечатляющем эпизоде о красном Джеке. Тоже антагонист из Рана Моррисона. Найлз отрицает, что он такой же. Что он чудовище, монстр в человеческом облище, упивающийся чужими страданиями. Но всё же некая схожесть с межпространственным маньяком имеется. Даже сам Колдлер не может этого отрицать. Юмор всё ещё в отличном балансе с трагедией. Столкновение с вымышленными друзьями в финальном эпизоде очаровательно. Клиффхенгер интригует. Очень жду, что будет дальше. Если, конечно, будет. Второй сезон Дум Патруля не разочаровал, не подвёл он всё такой же безумный, столь же печальный. И обязательных просмотров. На этом, пожалуй, у меня всё. Подписывайтесь на канал и Патреон. Спасибо за внимание. И пока.